В Люберцах впервые состоялся чемпионат по банному мастерству. Жаркие состязания прошли в курорт на здоровительном центре «Богатырь». Особенности проведения конкурса расскажет наш корреспондент. В банном чемпионате соревновались 11 команд. На выступление каждого участника не более получаса. За это время он должен подготовить парную и показать свое умение парить. Самый главный критерий при парении, когда человек выходит и говорит, я еще приду, я вообще в жизни так ни разу не парился. За процессом парения судьи, как и зрители, наблюдали по видеотрансляции. Критериев для оценки мастерства – несколько десятков. От способов создания тепла до мер безопасности. В первую очередь оцениваются ошибки. Человек должен внимательным быть и должен знать, какие вещи делать нельзя. А во вторую уже оцениваются какие-то навыки и умения. Нужно быть, прежде всего, аккуратным, внимательным к модели, к человеку, который на полке, обладать знаниями немножко физиологии, немножко еще каких-то здоровительных практик и так далее. И тогда будут шансы стать лидером вот здесь. Я ощутила веники, я ощутила правильную процедуру. Ну, это просто вот сплошная оргазма. Банные чемпионаты в Бокатыре будут проводить ежегодно. А 15 апреля здесь откроют первую в России школу банного парения. Дети от 6 лет и старше по группам, работающие с вениками, работающие с техниками, работающие с тем, чтобы, во-первых, укрепить свой иммунитет, научиться работать с паром, полюбить эту философию русской бани. Мы же хотим вырастить крепкое, здоровое потомство нашего могучего, великого русского народа. Двери культурно-оздоровительного центра открыты для всех желающих каждый день. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.